добрый день хочу сегодня рассказать про этот стул меня товарищ попросил вам показать стул стало интересно это стул сделан моим прадедом вот сколько я его все помню вот он всегда вот какой-то такой да наверное вот эти вот части стали чуть-чуть вытерлись стали мы были темными скорее всего стали вот посветли вот никто не менял дерматин вот здесь да вот он посильнее чуть-чуть вытянулся так при том что здесь и коты навсегда и они иногда вот сколько я себя помню столько он в этом состоянии вот он всегда вот такой стул ничего необычного довольно простой просто как эти надежно сделан снизу давайте посмотрим перекладинка для прочности сзади нету спереди такая вот цель на все это дерево ну вот тут разумеется там фанера вложена сиденье вот что еще не пускать ну вот сколько ему лет я не знаю ну дом построен в 56 году возможно сделать в новый дом новую мебель возможно от предыдущего жилья теперь перевезли соответственно это может быть и раньше им ну не ну как я так думаю что он не позже 60 значит года сделан то есть 50 с лишним лет этому стулу и вот он стоит как вы видите за столом тут у нас каждый день кто-то едим опять же здесь вот ботинки вот вы видите обуваемся разуваемся пришел сел разулся уйти сел обулся то есть стул который работает есть еще один почти такой же он стоит на нем висит там пиджак обычный дедушкин и вот он допустим на том и редко кто сидит поэтому там может и тысяча это вот именно что стул на котором сидят которые используются и вот в таком состоянии потому что сделано для себя сделано качественно просто но надежно вот интересный факт расскажу про своего прадеда был он обычным столяром вот делал мог у окна там не знаю на заводе работу что там делали и окна и в мебель делали но в то же время но была броня и там правильно помню да броня во время войны почему-то его не взяли на фронт что нужны были стали а и в тылу на военном заводе вот хотя он там ну не какой-то там не мастер не ну по мебели не сказать что вам там какая-то выдающиеся было просто ну видите обычный вот что еще показатель ну вот спинка чуть-чуть не знаю так нет это не фотоаппарат потом не перевернешь вот ну то есть чуть-чуть под наклоном спинка дерево какое дерево не знаю с чего дед не дед прадед этого не первый называл сделал 7 лет он столярничал опять же вот у нас любит некоторые фу там ты плохо сделал но чтобы сделать вот такой стул мой прадед семи лет работал и ищете только этим он и занимался всю жизнь столярничал на заводе пусть после работы по вечерам для себя делал плюс на заказ что-то под заработать какую-то копейку для семьи вот сумка быть семь дней в неделю столярничал на протяжении не не семидесяти лет но шестидесяти пятидесяти лет понятно вот у человека получается когда я там бороться в год что-то делаю что-то мне в первый раз это дело у меня на немножко получилось криво нет начинать во фу так не делают раз так вот и делают так вот и учиться вот благодарю за внимание всего добра ну не знаю насколько это интересно было такая вот мебель мебеля